102 образовательных учреждения проверила межведомственная комиссия, школы, детские сады, объекты спорта и культуры. 96% из них приняты без замечаний. Остальным дано время на устранение недостатков. Подготовка к новому учебному году – это комплекс вопросов, безопасность, укрепление материально-технической базы, организация комфортного учебного процесса. Для всех школьников организовано питание согласно 12-дневному цикличному меню, которое утверждено в Роспотребнадзоре. Традиционно для детей из многодетных семей, которые состоят на учете в Украине социальной защиты, будет организовано льготное питание. Для этого из вес краевого бюджета будет направлено 3 млн 842 тыс. рублей. У нас охрану в школах кто осуществляет? Значит, у нас в прошлом вечернем году, который закончился, казачьи ЧОПы охраняли 66 организаций, это детские сады и школы, а остальные – это казачьи дружины и СИКУРС. В этом году мы увеличиваем казачьи ЧОПы на 6, это по согласованию с казаками. Это что получается, 66 и 6? То есть 6, 72, как я уже сказала. В ноябре месяце, когда заканчиваются договоры с теми организаций, мы заключим еще эти договоры и с 1 января оставшиеся 5. То есть до 1 января мы должны 100% школ обеспечить охраной казачьими ЧОПами, да? Да. В день знаний возле каждой школы должно быть обеспечено дежурство сотрудников полиции и казачества, дает поручение Юрий Поляков. Полиция подтверждает, 1 сентября приоритет будет отдан образовательным учреждениям, а патрули усилены. Будут приближены маршруты подворно-постовых нарядов, ППС-8, ППС-6 и 2, группы задержания АВО Росвакии. Ряд замечаний высказал руководитель территориального отдела Роспотребнадзора. В одном случае это отсутствие горячего водоснабжения, в другом – необходимый ремонт туалетных комнат. Муниципалитет исправляет все недоработки. Серьезный вопрос – организация питания в гимназии Эврика и 7-й школе, где возникают сложности из-за большого числа учащихся. Мне необходимо, чтобы дирекция данной школы приняла управленческие решения, мы обговаривали, по выделению дополнительных мест и дополнительного времени, в том числе во время учебных процессов, может быть, уроков первой и начальной классы, а для старших классов где-то в актовом зале или где организовать, но чтобы завтрак получал школьник именно на завтрак, а не в час дня. Участники Совета безопасности прошлись четко по всем этапам подготовки ко Дню знаний и к новому учебному году. Исполняющий обязанности главы Анапы подчеркнул – необходим принципиальный ведомственный контроль и четкое взаимодействие по обеспечению комплексной безопасности.